Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы на прошлой неделе начали разговор о постковидном мире и о довозском форуме. И сегодня мы продолжаем этот разговор в формате такого небольшого ток-шоу. Конечно, оно не может сравниться с ток-шоу на телевидении. Но все-таки мы приглашаем сегодня несколько экспертов и участников к нашему разговору. И поможет мне в этом моя коллега, журналист в прошлом, как она себя считает. Почему сейчас она себя называет переводчиком, хотя я думаю, что журналисты бывшими не бывают, поскольку журналистика, публицистика – это прежде всего жизненная позиция. А эта жизненная позиция со сменой текущего занятия никуда не девается. Это Снежана Бартуль. Добрый день, Снежана. Добрый день. И мы приглашаем также сегодня поделиться своими историями двух предпринимателей. Это Александр Гришуленок и Михаил Хесин. Мы с ними свяжемся по телефону. Итак, постковидный мир, планы глобалистов и ситуация национального государства. Так я заглавила сегодняшнюю программу. И под тема – это «Чем Латвии могут помочь Клаус Шваб и Андрей Фурсов». В послесловии к очередному Давосскому форуму российский политолог и историк Андрей Ильич Фурсов выпустил два ролика на Ютубе о постковидном мире. Их можно найти. Это за 30 января и за 6 февраля. И он рассказал о том, каким этот постковидный мир видит и представил в своих недавних книгах идеолог глобалистской тусовки и организатор Давосского форума Клаус Шваб. На словах Шваб декларирует переход к «более справедливому» в кавычках, «зеленому» в кавычках, миру с равенством для большинства. Фурсов считает, что этими красивыми лозунгами прикрыто стремление к новому мировому порядку, в котором глобальные корпорации будут приватизировать последнее, что осталось – суверенитет государств. А для начала ликвидируют такие понятия, как право частной собственности и право на частную жизнь, подчинив себе уже не только природные факторы, ресурсов и труда, но и волю индивида. За ковидный год народы, так называемых демократических стран, лишились прав и свобод, которые они завоевывали со времен Великой Французской революции и особенно преуспели в 20 веке, когда на капиталистов давил фактор существования первого в мире социалистического государства Советского Союза. Его демонтаж и стал первым шагом к новому мировому порядку, так считает Фурсов. Шваб запустил в обращении термин «ресет» английский, который некоторые ошибочно стали трактовать как перезагрузка. На деле он означает обнуление, расчистку площадки. Для кого и как? Попробуем разобраться в теоретических положениях глобалистов на конкретных примерах из нашей жизни, демонстрируемых нам в ковидную эпоху прямо под нашим носом. Возможно, это поможет людям посмотреть на эти события под другим углом зрения и оценить опасность, которую они несут. Итак, в книгах прошлого года COVID-19 и нынешнего «Капитализм стейкхолдеров» Клаус Шваб предлагает осмысление ситуации, в которой оказалась мировая экономика в результате пандемии и стратегии выхода из нее. Откровенно говоря, сама пандемия, особенно комплекс мер, предложенный для борьбы с нею, невзирая на весь скепсис по поводу конспирологических версий ее происхождения, оказывается домашней заготовкой администрации президента США Джорджа Буша-младшего 15-летней давности. Методику тотального карантина предложил в 2006 году тогдашний министр обороны Дональд Рамсфельд. Некоммерческая служба новостей Kaiser Health News сообщала о том, что администрация Буша-младшего разрабатывает планы на случай, цитата, «использования террористами биологического оружия против американских военных, дислоцированных в других странах». В качестве источника угрозы предполагался коммунистический, опять-таки в кавычках, Китай. Была предложена определенная методика карантина, которая превращала американские военные базы в объекты, недоступные для ликвидации с помощью биологического оружия. Рамсфельд задумал в случае распространения заражения биологическим агентам вести тотальный карантин на все гражданское население, подвергшиеся биологической атаке. Разработку соответствующих протоколов и инструкций поручили Картеру Мехеру из службы здоровья бывших комбатантов и доктору Ричарду Хэтчету из Совета национальной безопасности. К работе были подключены специалисты Центра контроля предупреждения заболеваний. Этим планом в 2006 году помешала школа медицины при университете Джона Хопкинса во главе с ее руководителем профессором Дональдом Хендерсоном, назвавшим проект Рамсфельда, Мехера и Хэтчета окончательным скатыванием администрации США к абсолютному тоталитаризму. Публичный скандал за Мялену соратник Рамсфельда Ричард Хэтчет стал директором организации CEPI – Коалиция за инновацией по предупреждению эпидемий, координировавшую в США разработку новых вакцин. План Рамсфельда стал основой конфликта по поводу системы реагирования на вспышку COVID-19 в США. Этот план, поразительно похожий на тот давний документ, проталкивал доктор Энтони Фаучи, один из крупнейших специалистов по борьбе с эпидемиями и глава Института аллергии и инфекционных заболеваний. Ему сопротивлялся президент Трамп, когда Фаучи передал в открытую печать конфиденциальную информацию по поводу так называемой группы «Красный рассвет». Ее работа базировалась на предпосылке, что Китай – не дружественная держава, а «Красный ужас», такой же, каким был для США Советский Союз. Этот «Красный ужас» должен был во главе с Коммунистической партией, разумеется, начать биологическую войну против человечества. Среди членов группы «Красного рассвета» оказались уже упомянутый Энтони Фаучи, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберта Эдфилд, а также те самые доктора, которые трудились над концепцией тотального карантина для администрации Божья – Картер Мехер и Ричард Хэтчетт. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала, что вспышка коронавируса – это чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение. Кстати, в своей книге «Ковид-19» Клаус Шваб признал, что пандемия пандемией не является, поскольку на момент выхода этой книги, это было лето прошлого года, этой болезнью было охвачено от 0,4% до 0,6% населения Земли, и эти показатели не входили ни в какое сравнение с реальными пандемиями, которые пережило человечество ранее. Ну, то есть, испанка – это были 2,6%, черная смерть – это 30-40% и так далее. Но это моменты, которые признает Шваб в своей книге, но которые, к сожалению или к счастью, не оказали никакого влияния на те меры, которые были приняты. Итак, собственно говоря, после объявления Всемирной организации здравоохранения уже на следующий день министр обороны США Марк Эсперт издал распоряжение, согласно которому Северное командование вооруженных сил США следовало привести в полную боевую готовность для введения режима непрерывного управления. Этот режим был предложен при президенте Эйзенхауэре, ну, то есть тогда, когда весь мир стоял на грани ядерной войны, и должен был обеспечить преемственность власти в случае чрезвычайных ситуаций. Это может быть вот такой крупный военный конфликт или одновременно смерть президента, вице-президента и председателя Палаты представителей. Помимо смерти этих лиц, основанием для введения режима непрерывного управления является неспособностью этих лиц выполнять возлагаемые на них функции. В таком случае власть должна переходить к военным и осуществляться через так называемое многоэтажное резервное правительство. Интересно, что это резервное правительство было задействовано всего один раз. После событий 11 сентября 2001 года и на целых 12 часов власть в стране была передана в руки руководителя антитеррористических операций Ричарда Кларка. При этом президент Джордж Буш-младший и вице-президент, а также представитель Палаты представителей идеи способностей не теряли. Таким образом, идея всеобщей обязательной изоляции не относится к числу идей, которые человечество использовало по отношению к эпидемическим заболеваниям самой страшной смертельной природы. Это конструкт администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. И предложен он был не с целью охраны здоровья людей, а для милитаризации общества на случай предполагаемой биологической атаки и для введения режима непрерывного управления, которое сметает всю существующую официальную власть США, после чего может и даже должна начаться совсем другая жизнь, сделал вывод российский политолог Сергей Кургинян. Но какое отношение борьба за власть в США и пандемической изоляции имеют экономики и политики Латвии? Как маленький, даже микроскопический игрок, мы вряд ли можем влиять на глобальные процессы, однако надо их понимать, чтобы найти ресурсы и возможности противостоять посягательствам на наши права, имущественные и личные. Что предлагает и предрекает Клаус Шваб? Цитата. Демократически спланированная и в то же время ориентированная на устойчивый рост и равенство, создание экономики сниженного качества, которая приведет нас к будущему, в котором мы сможем жить лучше, довольствуясь меньшим. Нужно покончить с избыточным потреблением, взывает Шваб, и отказаться от таких экономических показателей, как внутренний валовый продукт и особенно рост этого ВВП на душу населения и производительности труда. Взамен этого нужно ввести новые критерии, отражающие ценности, создаваемые цифровой экономикой и неоплачиваемой, то есть волонтерской работой. Доступное здравоохранение и прочие социальные связи значительно больше определяют счастье, чем материальное потребление внушает нам один из самых обеспеченных и благополучных клерков на планете, создавший доводский форум с членским взносом в 595 тысяч долларов в год. В качестве примера лучшей жизни для слаборазвитых стран Женевский мечтатель предлагает суровый регион Аргентины – Патагонию, а для развитых – Японию, которая после того, как ее нагнули США, живет с нулевым ростом, нулевой процентной ставкой и нулевыми надеждами. Цифровая экономика ничего не создает, она оперирует в сфере обращения. Все так называемые развитые страны давно не являются промышленными, до 80% их ВВП формирует сферу услуг. Однако по уровню потребления они значительно опережают других. В условиях, когда сервис в пандемическое время пострадал больше всего, сохранить существующий уровень потребления нереально, и это признают и глобалисты. Многие спрашивают, когда мы можем вернуться к нормальной жизни? Ответ – никогда, констатирует Клаус Шваб. Макроэкономические и макросоциальные последствия эпидемии нередко сохраняются до 40 лет, предупреждает он. Это его предупреждение номер один. 40 лет – это жизнь двух поколений. То есть это ухудшение реально навсегда. Выздоровление рынка рабочей силы может занять десятилетие, в ближайшее время ситуация будет ухудшаться, а рецессия подстегнет автоматизацию и роботизацию. Это предупреждение Шваба номер два. За март-апрель 2020 года 36 миллионов американцев лишились работы, а уровень безработицы подскочил с 3,5% до 11,2%. Демографический кошмар прежде всего затронет молодежь, так как у нее нет навыков и опыта для конкуренции с более опытными претендентами на рабочие места. При этом 30% американцев и так имеют нулевой или отрицательный капитал, указывает Шваб. И вот продекларировав лозунг честной бедности и большего равенства людей, Шваб на странице 63 своей книги о ковиде делает вывод, что в краткосрочной перспективе в постпандемическом мире неравенство усилится. Таким образом, за банкротство существующей системы и ее правящие верхушки должны заплатить 70-80% населения снижением качества жизни, а главными бенефициарами нового мирового порядка станут БИГТЭК, структуры, которые мониторят и обеспечивают здоровье, БИГФАРМА, страховые компании, роботизированная промышленность, крупные и сверхкрупные корпорации, которые должны поглотить правительство, чтобы превратить их в свою внешнюю скорлупу. Шваб очень опасается социальных беспорядков, которые могут возникнуть в этой ситуации, и признает, что правительства вынуждены будут реагировать на них какими-то мерами социальной уравниловки. Но смогут ли люди, запуганные информационным террором, защитить свои права, которых их и так легко и непринужденно лишили? Глобализированный мир вот-вот должен перейти в ведение мирового правительства, в котором все будут решать никому не подотчетные группы экспертов, а за ними должны стоять глобальные корпорации с социальной ответственностью. Это цитата из Шваба. Так мечтается глобальная элития, и эти концепции формулирует Клау Шваб. Однако в пандемическое время роль национальных правительств повысилась, вынужден он признать. А его комментатор Андрей Ильич Фурсов добавляет, каким бы ни было национальное правительство, слабым, олигархическим, как в России, но оно в силу своего существования является пусть слабой, но единственной возможностью маленького человека влиять на государство и защищать себя. С корпорациями это не пройдет. Их цель – прибыль. И черпав возможные расширения своих рынков, они нацелились на приватизацию государства. И тенденции постковидного мира, обрисованные Швабом, Андрей Ильич Фурсов перевел на обычный язык, понятный для всех. Их несколько, и в нашей жизни они уже ярко проявились. Вот о том, как они проявились, мы переговорим с нашими сегодняшними гостями, а сейчас небольшой перерыв. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем программу «Подоплека». Говорим сегодня о постковидном мире и о том концепте, который предложен идеологам глобалистов Клаусом Швабом. И тенденции, которые он обрисовал для этого постковидного мира, уже ярко проявились, в том числе и в Латвии. Одна из этих тенденций – это потеря собственности малым и средним бизнесом. Шва приводит цифры, что в североатлантическом мире в 2020 году обанкротилось 4,5 миллиона предпринимателей. Вот эта тенденция отмечается и в Латвии. Для того, чтобы рассказать о том, как это делается, мы сейчас свяжемся с Александром Гришуленком. Это предприниматель, который более 25 лет занимался кредитованием малых, ну фактически мелким кредитованием, наверное, как это сейчас называется, фирмы быстрых кредитов, но в отличие от существующих фирм быстрых кредитов, создавшихся в последнее время, он ориентировался на пожилых людей и предлагал им достаточно мягкие условия для того, чтобы они могли реализовать какие-то свои текущие потребности, ну типа купить новую стиральную машинку или обновить, сделать ремонт в доме, в квартире. Александр, добрый день. Слышите ли вы нас? Да, я слышу. Итак, 25 лет вы, более 25 лет занимались кредитованием людей, которым необходимы, так сказать, улучшения в их домашнем хозяйстве, и вот в прошлом году наступила ситуация, в которой вы вынуждены были уволить своих сотрудников, закрыть это предприятие фактически, и произошло это из-за того, что фактически сегодня государство и юридическая система Латвии не предусматривает такой фундаментальной ценности римского права, как презумпция невиновности. Это так? Ну, это, ну, наверное, это так, ну, в том числе, да, то есть латгальская компания, латгальская финансовая компания, 28 лет, а атаку, ну, открывать на наш бизнес, ну, Гиллвора начала еще в 2019 году, подав иск на неплатежеспособность. То есть, ну, этот суд мы выиграли, суд признал, значит, ну, требования Гиллвора необоснованными, но с тех пор, конечно, мы находимся под прессом, ну, Гиллвора, в общем-то, ну, целенаправленно занимается убийством на нашей компании. Мы, Александр, мы наверняка с вами, может быть, встретимся и поговорим об этой ситуации более подробно, а сейчас я просто хотела бы пояснить, что Гиллвора – это компания, которая переняла кредитный портфель, да, плохой части банка Парекс, да, им занималась сначала компания Реверта, потом ее переняла вот эта шведская компания, и она начала, значит, взыскивать то, что можно и нельзя взыскивать, но в данной ситуации я бы хотела обратить внимание на то, что эти атаки происходят в рамках латвийского юридического процесса, и этот латвийский юридический процесс фактически, ну, вас, как предпринимателя, как компанию не защищает. Он формально и противоречивый, да, он формально и противоречивый, то есть в феврале прошлого года Гиллвора подала три иска о бесспорном взыскании, значит, ну, залогов, активов компании, которые там у нас были фактически по договорам займа, заключенные еще в 2001 году, в 2001-2002 году, да, то есть в рамках латвийского законодательства мы оспорили эти иски, у нас был, наверное, этот срок полгода, значит, мы говорим, что у Гиллвора нету оснований у нас требоваться, но долги мы все заплатили, есть сроки давности, да, и Гиллвора, в общем-то, ну, утратила свои права, ну, кредитовая. То есть суд, ну, принял наши аргументы и принял наш иск, но противоречивость решения заключается в том, что действия судебного исполнителя он не отменил, да, то есть и судебный исполнитель, в общем-то, с успехом распродала всю нашу недвижимость, ну, которая являлась обеспечением нашей деятельности, в том числе и наших, ну, социальных каких-то проектов, ну, связанных с поддержкой еще... Пенсионеров? Ну, Центра возможностей пенсионеров, да, то есть мы ликвидировали, ну, проданы на аукционе эти помещения, где расположены эти, этот наш, ну, салон, то есть, ну, порядка, там, 70-100, ну, пожилых рукодельниц, но фактически могут остаться без дополнительных источников доходов, без продаж, без, в общем-то, какой-то социализации, без коммуникации, без совместного участия в каких-то проектах и так далее. Александр, у меня вот единственный вопрос, как бы, с точки зрения, ну, обычной процедуры, да, то есть, если условно должник признан должником, то да, можно, там, продавать его имущество для того, чтобы покрыть долг. Но в вашей ситуации получается, что должником вас не признали, а имущество, тем не менее, продано. И фактически получается, что вы даже не можете, ну, как бы, найти виновного, предъявить ему иск, ну, ни к суду, к латвийскому государству, которое руководит этими судами, ни к судебному исполнителю, ни к кому. То есть, вы, вас обокрали среди бела дня, и виновных в этом нет. Ну, более того, то есть, там ситуация продолжается. В ноябре Килл Вора подала на дополнительные иски и арестовали наши счета. То есть, в качестве обеспечения потребовали дополнительное там имущество, ну, связанное со мной еще, ну, курсом. То есть, в результат, через два месяца окружной, Ладгайский окружной суд отменил это решение в части блокировки счетов. Но за это время, за два месяца я не смог заплатить за лицензию на кредитование. То есть, новая лицензия стоит 250 тысяч. То есть, я уволил фактически людей, ликвидировал все свои структурные подразделения. Но вместо того, что я плачу налоги государству, там более 100 тысяч евро, значит, в год, ну, сейчас, наверное, государство будет платить этим людям пособия там в размере 200 тысяч евро в год. То есть, это такая, ну, формальная, в общем-то, позиция и противоречивая позиция, ну, латвийских судов. Ну, в общем-то, ну, как, в общем-то, все в нашем обществе сейчас и происходит. То есть, что мы видим в Латвии, когда мы наблюдаем такую, ну, беспомощность политиков, да, то есть, не видение будущего, не присутствие какой-то программы, которая необходима для действия чрезвычайной ситуации, да, то есть, ну, я могу назвать в качестве, ну, проекта, мы еще пять лет назад инвестировали, начали инвестировать в цифровую платформу САСАП, как раз назначенную для обеспечения коммуникации, безопасности и сервисов чрезвычайной ситуации для пожилых людей, для инвалидов. Тревожная кнопка. Да, ну, это не только тревожная кнопка. Во-первых, это, ну, коммуникация, да, то есть, слепые, глухонемые не могут просто так коммуницировать со службами спасения. Совершенно другие каналы, формы коммуникации, да, то есть, совершенно другой сервис должен быть организован по месту жительства, тем более это все актуально в условии коронавируса. То есть, ничего этого не было во всем. Ну, сейчас мы говорим о том, что бизнес попал в ситуацию, так сказать, рискованную, и у многих сейчас предприятий накапливаются долги, торговые центры тут обратились к правительству за помощью в пополнении оборотного капитала и возможностями, может быть, предоставить помощь фирмам, арендаторам торговых центров, которые реально не ведут деятельности, но они должны платить за аренду. И очевидно, что у этих арендаторов, которые не работают, у них денег нет, накопились довольно крупные долги. То есть, в принципе, прихлопнуть любого такого предпринимателя можно в два счета, с учетом того, что фактически суды не вникают в эти ситуации, а законодательство не обеспечивает презумпции невиновности для предпринимателя и его защиты с учетом того вклада, который он внес в экономику, который он может вносить. Спасибо, Александр, за ваш комментарий. Мы обязательно с вами встретимся и поговорим отдельно об этой ситуации, об этой истории. А сейчас я хочу вместе со Снежаной Бартуль, которая у нас на связи по скайпу, обсудить ситуацию в образовании. Это также один из аспектов, который связан с постковидным миром. И сейчас уже откровенно признают эксперты о том, что эта сегрегация неизбежная, она будет нарастать, потому что бедняки и работяги не смогут позволить себе обучать детей на дому. Очное образование станет привилегией. Еще 15 апреля программный директор Валдайского клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских международных исследователей и Высшей школы экономики Тимофей Бродачев признал, дифференциация в получении знаний останется и углубится. Для тысяч избранных сохранится возможность получить образование в полноценном социальном общении, то есть в очном формате, что помогает развивать обучаемым свои личностные и лидерские качества. А вот онлайн-обучение подобные возможности существенно ограничивает, признал Бродачев. Но по его мнению, лидеров и не должно быть много, особенно в условиях сокращения ресурсов. Да и личностей много быть не должно. Как Вы считаете, Снежана? Я согласна. И что не должно быть много личностей? Превратить народ в мягкую слизь? Я думаю, что это невозможно, что мы до сих пор являемся наследниками так называемого шермового благополучия, которое нам навязано во многом еще с советскими временами и наследниками той же школьной системы. Это тяжело, конечно, признавать и с этим смиряться. Мне в том числе. Но да, к сожалению. Извините, у меня соседи резко стали делать ремонт. И радуются звуками жизнеутверждающими. Да, но во всяком случае, видите, хоть какая-то экономическая активность в стране происходит. Вот люди делают ремонт, значит, они имеют для этого деньги. Мне на все, как маме, как матери трех ученика третьего класса, конечно, на это очень горько смотреть. Но я понимаю, что да, это, к сожалению, наша неизбежность, и надо как-то перестраиваться и привыкать к мысли, что некоего всеобщего образования, доступного всем, как это было долгие годы, больше не будет. Как с этим жить, это другой вопрос. Вероятно, многие не смогут обеспечить детям какого-то более-менее достойного уровня образования. Ну, то есть будет происходить как бы социальная сегрегация, то есть образование для бедных, образование для богатых, и, соответственно, коридор возможностей для тех и для других будет существенно изменен. Да, совершенно верно. По большому счету это происходит уже сейчас на таком микроуровне, как, допустим, техническое обеспечение семей. Те семьи, у которых нет компьютеров или планшетов для детей, они уже сейчас, по большому счету, лишены возможностей давать хотя бы это ущербное онлайн-образование, хоть как-то на этом уровне, на уровне того, сколько времени родители могут посвятить этому. Если родители заняты и не могут помогать своему ребенку, этот ребенок тоже сразу же оказывается в ущемленном положении. Деньги, материальное состояние родителей тоже играет огромное значение сейчас. То есть хорошо, нету компьютера лишнего, но может ли этот родитель или родители быстро отреагировать на ситуацию, за 300-400 евро, допустим, купить ребенку новый компьютер. Так что со всем этим мы уже имеем дело сейчас. Есть школы, у которых больше возможностей, они могут что-то обеспечить детям, какую-то технику, планшет выдать или компьютер. А есть школы, которые этого не могут сделать. Ну, очень важное значение имеет, собственно говоря, фактор присутствия самих родителей. То есть если человек, мама или папа, или оба вместе вынуждены работать с утра до вечера, а ребенок сидит на удаленке и сам пытается вникнуть в учебный материал, ему некому подсказать и некому объяснить, то получается, что этот учебный материал просто проплывает мимо него и образуются там огромные дыры в этом образовании. Это один момент. Второй момент – это, конечно, социализация, потому что образование есть сумма обучения и воспитания. То есть мы сегодня оставляем в этой сумме только один компонент обучения, а воспитание фактически уходит вообще на задний план. То есть дети не могут общаться, у них не формируются какие-то социальные навыки. Ну вот и ущербность формирования личности возникает на этой основе, что без очного контакта, к сожалению, это невозможно. Ну я бы тут немножко сместила акценты. Дело в том, что вот говоря об этой новой реальности, новой нормальности, в которой нам всем скоро придется жить, нужно смещать акценты. Родителям пора просто забывать, что они могли опираться на такой еще в совсем недалеком прошлом очень мощный институт, как школа. Школа теряет эти позиции, и вся нагрузка, и я думаю, что родителям к этому нужно быть просто готовым, большая часть нагрузки перекладывается на их плечи. Поэтому из этого и надо исходить. Воспитанием в школе никто и до этого не занимался. Я даже хочу сказать больше сейчас о воспитании в школе человека как личности, наверное, вообще не идет речи, потому что то, чему дети научаются в школе, я даже не хочу сейчас в прямом эфире это озвучивать. Я думаю, что родители, большинство родителей, которые слушают сейчас эту передачу, они сами прекрасно поймут, о чем идет речь. Поэтому если семья может дать это воспитание ребенку, то может. И на школу тут уже не приходится ни надеяться, ни пенять. То же самое относится к учебному процессу, что родители смогут дать этому ребенку, то смогут. И я накануне этой передачи думала, я все время об этом думаю, в общем-то, как жить дальше. И вспомнила историю своей семьи. Она не такая уж и далекая, это всего примерно 100 лет назад. В семье у моего брадеда было четверо детей. Минимальное образование тогда было 4 класса. Семилетнее образование уже было очень хорошим образованием. А за, по-моему, 8, 9 и 10 класс надо было платить. Из четырех детей, которые были в семье у брадеда, высшее образование, ой, фу, не высшее образование, а среднее школьное образование, получил только один сын, потому что был самый головастый, самый талантливый, самый пробивной. И брадед за это платил деньги довольно большие. Всем остальным детям, исходя из их способностей и талантов, были даны такие очень прикладные профессии. Один ребенок, девочка, была обучена по партняжному мастерству, и ей по тем временам была куплена машинка «Зингер». Очень дорогое удовольствие, но она могла уже работать и как-то там себя обеспечивать. Еще один сын был отдан в ученики-сапожнику, а мою бабушку прадед обучал сельскохозяйственным работам, севообороту и так далее. То есть, ну, видимо, мы возвращаемся во времена, как бы примерно 100 лет назад, когда, да, будут дети, которые получат только начальное образование и потом пойдут, ну, условно говоря, на стройку и в максимум, да, будут дети, которые поактивнее, поталантливее, которые получат образование чуть получше и пойдут, допустим, в колледж. И, наверное, 10-15% останется только тех, которые, где все соединится, и их таланты, и их сообразительность, и их желание учиться, и наличие средств и ресурсов у родителей. И эти дети тогда будут получать уже среднее образование и высшее образование. Так что, да, не всем быть лидерами. Ну, я даже не о лидерстве, а больше меня волнует вопрос о личности, да, потому что, да, конечно, лидеры не все, но то, что какую-то часть людей фактически лишают права на то, чтобы быть личностью, вот это очень тревожный сигнал. И я думаю, что люди, которые осознают это, должны каким-то образом все-таки сопротивляться такой тенденции, потому что это совершенно бесчеловечная тенденция, с моей точки зрения. Мы не успели связаться сегодня с Михаилом Хесиным и обсудить еще ряд вопросов, которые наметили сегодня для нашей программы. Но очевидно, что новый мировой порядок перестал быть конспирологической выдумкой, а стал лозунгом дня. И мы сегодня убедились в том, что эта история затрагивает вполне конкретно и нас всех, а не только крупных игроков рынка и мировой экономики, таких как Соединенные Штаты, Китай, Евросоюз. И очевидно, что нам нужно открыть глаза и смотреть на эту ситуацию трезво и здраво, и все-таки думать о том, как мы можем в этой ситуации сохранить себя как личности, сохранить себя как людей и сохранить себя как общество. И что нам для этого нужно делать. Я думаю, что мы еще вернемся к этому разговору и продолжим его на следующей неделе. А сегодня в программе «Подоплека» с нами была журналист, публицист, мама и человек с активной гражданской позиции Снежана Бартуль. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копеин. Всего доброго, до встречи через неделю. Вы слушаете радио Болткома.